Сейчас я нахожусь в микрорайоне Плеханово, изначально называвшемся селом Ильи Пророка или Ильинским, которое было названо по имеющейся здесь церкви Ильи Пророка, возведенной на территории большой вотчины Никольского Ладожского монастыря на старинном Ильинском погосте. Сейчас уже трудно сказать, каким по счету возведен вот этот храм на высоком крутом берегу реки Волхов. А впервые она упоминается в Песцовой книге 1500 года как «Деревня у Ильи Святого на погосте», примыкающей к Старой Ладоге с южной стороны. В Песцовой же книге 1568 года сам Ильинский погост впервые назван собственностью Никольского Ладожского монастыря. А в 1691 году церковь была перестроена. 4 июля 1848 года от удара молнии она сгорела. Но спустя два года на соседнем участке был возведен вот этот каменный храм по образцовому проекту Тона, по проекту архитектора Николая Александровича Сычева. А о том, на какие средства он был возведен, я уже рассказывал в видео о городском парке Ильинка. Среди достопримечательностей церкви была икона Казанской Божьей Матери. И ежегодно 8 июля и 22 октября к иконе стекалось множество паломников из дальних мест. На колокольне храма было установлено 5 колоколов. На самом большом колоколе весом 40 пудов и 20 фунтов имелось изображение Ильи Пророка и Казанской Божьей Матери, а также надпись. В приход церкви Ильи Пророка также входили деревни Извоз, Виковщина, Кикино. В 1872 году при церкви было учреждено приходское попечительство, долгие годы председателем которого был сын Егора Ивановича Гавриил Егорович Ильинский, а с 1893 года церковным старостой стал внук Иван Гаврилович Ильинский. Купцы Ильинские, потомственные почетные граждане, долгое время оставались главными благотворителями этой церкви. Храму принадлежало до 50 десятин земли и дом, где жили священники и псаломщик. В 1852 году в этом доме была открыта церковно-приходская школа, где занималось 35-40 детей. До революции классы школы размещались в одном здании с чайной. В 1860 году на средство того же Ильинского, рядом с каменным храмом, не имеющим печного отопления, был перестроен молитвенный дом в деревянную кладбищенскую церковь во имя иконы Божьей Матери «Знамение». Приход перед революцией, возглавляемой священником Леонидом Арнацким, насчитывал 280 дворов и 49 десятин земли. После революции село Ильинское было переименовано в Плеханово. Точная дата этого события неизвестна, но, скорее всего, это было связано со смертью в 1918 году Георгия Валентиновича Плеханова, российского историка, общественного деятеля и философа, теоретика и пропагандиста марксизма, видного деятеля российского и международного социалистического движения, входившего в число основателей РСДРП и газеты «Искра». Остались от тех времен и воспоминания местных жителей о первых выборах в Совет. Как на большой праздник шли приодетые для этого случая люди к зданию сельсовета, изумленно оглядывая красиво убранные кабины, читали яркие плакаты и лозунги. Новое год от года захватывало жителей села, но не забывали и про праздники Ильи Пророка и знамения, которые они продолжали отмечать. Но однажды священник Федор Федорович Остапов произнес такие слова, которые очень удивили народ. В 1937 году, как и большинство храмов в те времена, он был закрыт. Не сохранилось и ни одной часовни этого храма, а всего их в то время было три. Одна находилась в деревне Виковщина, вторая стояла между деревней Быльчино и усадьбой Стублева в сорока саженях от реки. Эта часовня была поставлена в память бывшей здесь церкви Ведения. Третья часовня стояла в деревне Заполек. В ней находился большой деревянный восьмиконечный крест, на котором была следующая надпись. В СССР к религии относились примерно так. Почему же верю как в Бога? Никто же не думает, что Он есть на самом деле. Но верю. И поэтому в бывшем храме Ильи Пророка устроили Плехановский сельский клуб. Знаменскую церковь закрыли в 1938 году, и до наших дней она не сохранилась. Во время войны, в бывшем тогда храме, устроили продуктовый и пищевой склад. Также туда поместили движок для освещения общежития, столовой и нужд аэродрома. Также сняли и купол, который мешал взлету самолетов. А в остальной части устроили наблюдательный пункт. После войны храм восстанавливать не стали. Клуб здесь долго не прижился, и помещение использовалось под склады различных организаций. В первые послевоенные годы много людей жили в Мазанках. 21 мая 1958 года в клубе впервые открылся кинолекторий. Первая лекция была посвящена 40-летию ВЛКСМ, боевые традиции комсомола. Однако в 1960-х годах просторная сцена с занавесом, ровные ряды стульев, свежеокрашенные стены – все соответствовало названию и назначению сельского клуба. Вечерами в бывшей церкви раздавались звуки баяна, слышали смех и пение. Здесь выступали участники драм-кружка, показывали фильмы, читали лекции. Все 120 мест кинозала ежедневно заполняли жители Плеханово. Годовой план 1956 года по сбору средств от кино был выполнен к 1 октября. 118 жителей села читали книги в библиотеке передвижки при клубе, которая насчитывала до 2000 экземпляров. Сам священник сменил рясу на халат медика, работал фельдшером. В это время в доброй половине дворов имелись коровы, почти в каждом хозяйстве куры, козы, свиньи. В деревне в те годы был зарегистрирован 41 радиоприемник. А когда молодежь начала покидать деревню, ходить в клуб стало некому, и его закрыли. Со временем здание стало бесхозным и разрушалось. 23 июня 2000 года был совершен молебен по случаю начала восстановления храма Ильи Пророка. А 1 августа 2008 года уже отреставрированный Ильинский храм был освящен. Зато в начале 70-х поблизости от бывшего храма находился одноэтажный деревянный клуб, заведующей которого была молодая на тот момент Шарипкова Валентина Константиновна. В клубе устраивались танцы под виниловые пластинки, и часто можно было услышать песню квартета «Улыбка» «У меня одна сестра», под которую танцевали как местные жители, так и волховские. А это фото, вероятно, выполнено поблизости от того самого клуба. В годы Великой Отечественной войны в деревне Плеханов располагался штаб 54-й армии из 159-го истребительного авиационного полка. На доме, где находился штаб армии, имелась памятная доска. В деревне, в третьем доме налево при въезде, жил Борис Иванович Литвинов, командир 39-й истребительной авиадивизии. Его самолет МиГ-3 всегда стоял на летном поле. Сразу за деревней был устроен аэродром, на который дважды прилетал маршал Жуков. Звание маршала он получил на Волховской земле. На этом аэродроме приземлялись Шостакович, Ахматова, Зощенко. 22 декабря 1941 года на аэродром деревни перебазировался 154-й гвардейский истребительный авиационный полк. В сентябре 1979 года была открыта памятная Стелла, посвященная летчикам этого полка. А памятник летчикам 29-го ГВИАПа установлен в деревне в 1985 году к 40-летию Победы. Идея создания памятника принадлежала ветеранам полка. Бывший командир полка генерал-лейтенант Матвеев Александр Андреевич и бывший начальник штаба полка Минеев Николай Федорович от имени ветеранов обратились к первому секретарю ГК КПСС города Волхов Серову с просьбой об установлении постоянного памятника вместо временного из арматуры, который лишь определяет место будущего памятника. Матвеев и Минеев предложили эскиз будущего памятника в виде взлетающего самолета. Самолет, по их предположению, должен был быть изготовлен из алюминия, но из-за недостатка средств в те времена ГК КПСС решили, что он будет сделан из бетона. Ответственность за изготовление и установку была возложена на заведующего идеологическим отделом ГК КПСС Кукшегорова. Он дал задание директору ВАЗа Федорину силами рабочих заводчан изготовить самолет. А каркас и опор для самолета должен был изготовить коллектив завода КСК, которым руководил Бережной. Бетонная конструкция памятника на нескольких машинах была доставлена к месту установки и смонтирована. На открытии памятника присутствовали ветераны полка во главе с бывшим командиром Матвеевым. Руководители Волхова, председатели ГК КПСС, делегации от предприятий города, плехановские жители. Самолет изготовлен в РМЦ ВАЗа бригадой Титова. Начальником РМЦ тогда был Абрамов. Эскиз сделал Гундаров. А сама идея – это найденный в Вячково самолет. Жил в селе купец Тимофей Михайлович Вахромов, который умер в 1909 году. В тот же год в честь его памяти жена и дочь купца решили построить на собственные средства школу. В январе 1911 года строительство школы было окончено, и она стала называться Ильинское училище имени Вахромова. Обучались в школе дети-крестьян из деревень Званка, Кикино, Извоз, Виковщины и других. Первым учителем стал Яков Степанович Хозяинов. В 1914-17 годах в школе на средства Вахромовых были организованы горячие завтраки. В годы войны занятия в школе были прекращены, а здания приспособлены для военных целей. Занятия тогда проводились в другом помещении. В 1946 году школу отремонтировали, но из-за малого количества учащихся в 1951 году школа стала однокомплектной. А вознаменование пионерской двухлетки осенью 1960 года учащиеся школы посадили вдоль берега реки Волхов 100 тополей. И, наконец, в 1994 году село было включено в черту города Волхов постановлением правительства Ленинградской области. И здесь же через реку Волхов в начале 2000-х был перекинут автомобильный мост, названный Плехановским, который теперь вместе с трассой определяет северную границу нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok